Напрасные расходы. Зачем Украина купила американскую нефть? Напрасные расходы. Зачем Украина купила американскую нефть 8 часов? Фотолия, Ханахики. Фотолия, Ханахики. Москва, 10 июля РИА Новости. Максим Рубченко. Кременчукский НПЗ приступает к переработке нефти из США 4 июля. Танкер. Wisdom Venture. Доставил 75 тысяч тонн сырья в Одессу, откуда топливо по трубопроводу перекачивают в Кременчук. На что рассчитывает Киев, приобретая черное золотое за океаном? И почему Украину ждет большое разочарование в материале РИА Новости? Слабый ответ. Нефть сорта. Для переработки на Кременчукском НПЗ закуплена компания Игоря Коломойского у Картатнафта. СМИ представили эту сделку как ответ на российское топливное эмбарго, вступившее в силу с 1 июня. Впрочем, ответ не особо убедительный, поскольку поставки уж очень невелики. В прошлом году нефтяной импорт Украины превысил 8 миллионов тонн. На этом фоне 75 тысяч капля в море. Правда, в августе ожидается еще одна партия нефти такого же объема, но даже если у Картатнафта впредь будет получать по 75 тысяч тонн в месяц, это не превысит и нескольких процентов нефтяного импорта страны. Да и для одного кременчукского НПЗ это немного. Основный поставщик предприятия полугосударственная компания Украинафта, которая в 2018-м добыла порядка 1450 тысяч тонн нефти с конденсатом. Практически все отправили в Кременчук. Кроме того, НПЗ получает сырье из Азербайджана и покупает вакуумный дистиллят Украина с добычей. 6 июня, 8 часов. Почему бензин, дизель и автогаз становятся роскошью на Украине? Компания утверждала, что Белоруссия, наряду с Россией, субсидирует экспорт нефтепродуктов. Однако Киев оставил это обращение без внимания. В марте кременчукский НПЗ потребовал от правительства ввести квоты на импорт топлива, но получил отказ. Тогда Коломойский сменил тактику и попросил Кабмин на четверть снизить акциз на бензин. Ответа не последовало. Между тем цены на топливо оказались неподъемными для украинских автовладельцев. Как посчитало Киевское консалтинговое агентство «Нефтерынок», страна сегодня занимает 59-е место и 61-го в рейтинге по доступности бензина. Украинцу в среднем нужно отдать за литр топлива 15,8% суточного дохода. Хуже ситуация только в Индии – 18,5%, и Пакистане – 20%. Поэтому украинцы массово устанавливают на автомобили газобаллонное оборудование и приобретают жиженый газ, который на 50-60% дешевле бензина. Сейчас на газе в стране ездит более 3 миллионов легковых автомобилей, что обеспечивает Украине место в десятке крупнейших мировых потребителей жиженного газа в качестве моторного топлива. 4 июля – 8 часов. «Газпром» вытесняет американский СПГ из Европы. Кроме того, российские газорганы в полном объеме согласовали заявки казахских производителей на транзитные поставки СУК. Так что спрос на бензин в стране продолжит снижаться. Ошибка президента. Очевидно, что единственный смысл закупки Украины нефти в США – демонстрация лояльности Вашингтону. Причем не бескорыстной. Киев рассчитывает на всемирную поддержку администрации Трампа. В первую очередь по проблеме транзита российского газа. Вряд ли можно считать совпадением, что уже на следующий день после прибытия танкера за океанской нефтью в Одессу президент Украины пообещал во время визита в США попросить Дональда Трампа разобраться с «Северным потоком-2». Единственное решение этого вопроса у меня будет встреча в Соединенных Штатах с президентом, отметил Владимир Зеленский. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в сторону Украины. При этом он подчеркнул, что ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни президент Франции Эммануэль Макрон не будут активно мешать реализации проекта, поскольку в противном случае на них окажут серьезное давление местные бизнесмены. 5 июля, 8 часов. США вынудят Европу отменить антироссийские санкции. Покупать американский жиженый природный газ Украина тоже не в состоянии. Разговоры о строительстве СПГ-терминала ведутся уже 10 лет, но никаких практических шагов для этого не предпринято. А главное, Вашингтону крайне выгодна остановка украинского транзита. Ведь это поднимет цены на газ в Европе, что добавит рентабельности поставкам американского СПГ в Старый Свет. Владимир Зеленского, который рассчитывает, что Трамп готов отказаться от такой перспективы ради экономических интересов Украины, ждет большое разочарование.